Сегодня в Самарском гарнизонном военном суде стала известна развязка нашумевшей истории. К финалу приблизилось дело, которое расследовали с апреля 2018 года. На оглашение приговора подсудимые пришли уже с вещами. Видимо, решение суда не было ни для кого неожиданным. По словам следствия, криминальная история началась в 2016 году. Предприниматель Алексей Пашкевич обратился к полковнику ФСБ Гудованному с просьбой избавить от проверок его предприятия, которое занималось добычей и продажей нефтепродуктов. В дальнейшем бывшему чекисту платили за покровительство по миллиону. Вскоре к делу присоединился и его коллега, тоже полковник ФСБ Павел Чермашенцев. Задержали чекистов в апреле 2018 года, как раз в тот момент, когда они в очередной раз получали деньги. У Гудованного дома при обыске нашли более 80 миллионов рублей, оружие и боеприпасы. Прокурор запросил для него 21 год лишения свободы. Сторона защиты понимала, что подсудимые, скорее всего, сядут. Но тем, как велось судебное следствие, адвокат остался недовольным. Судебное следствие, ну, по форме оно прошло без особых нареканий. Но когда мы сейчас слушаем приговор, возникает недоумение, зачем оно вообще было. Потому что те доводы, которые приводила защита, они остаются без оценки. Суд на них закрывает глаза. Как проходило судебное следствие, возмутило и бывшего чекиста Сергея Гудованного. По его словам, в материалах дела есть сложные показания. Тем временем Гудованный – единственный фигурант, который провел в СИЗО полтора года. Остальные были под домашним арестом. Судья даже наюту в шаг не вправо, не влево. Зомбированность полная. Все доказательства, которые мы предъявили в суде, ни одного доказательства даже не рассматривает. Это в протоколе обыска боеприпасов нет. Следователи, они появляются. Нонсенс, как если нет предмета, откуда он взялся. По решению суда, Гудованный отправится в колонию строгого режима на 20 лет. К тому же заплатит штраф 90,5 миллионов рублей. У остальных подсудимых наказание не столь сурово. Чермашенцев заплатит штраф 400 тысяч рублей и проведет в неволе 4 года. Предприниматель Пашкевич – 7 лет, Булатов – 5 лет, Переточкин – 10 лет строгого режима. Приговором подсудимые остались недовольны. В ближайшее время их защитники начнут готовить апелляционные жалобы. Мэри Елчан, Николай Сидоров. События.